МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Элеонора Андреевна, вам, наверное, все боятся сказать, дело в том, что до вас у Михаила Джековича и Софии Яновны был, так сказать, служебный роман. Я в курсе. Да. Если сплетен больше нет, ты свободна. Завтра. Важно. Все по Лехе нарешу. Завтра. Слышали? Никита Андреевич, это не бред. Он же так час про Лехина бормочет, они что-то знают. Звучит музыка. Я завтра расскажу. Если выживу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Оля! АУ! О, привет! Я как раз на завтра к ванне собиралась. Неслышала. Идем? Не надо у нас убирать. Не отнимай у девушки работу. Убирайте. Убирайте. Вы кто? Я сейчас охрану позову. Девушка, не надо никакой охраны. Я вам сейчас все объясню. Ты что, еще без штанов? Ты говорила, он вечером приедет. Девушка, я надеюсь, все останется между нами. Вы меня понимаете. Я вас не понимаю, но принимать гостиницу не запрещено. Да, милый. Да, нашла. За тумбочку завалился. А какие планы на вечер у моего бойфренда? Ну, можем куда-нибудь сходить. А можем взять вон ту бутылочку шампанского. Охладить ее никуда не идти. Элька. Привет. Подожди, ты же в Таиланд перебралась. Не поверишь, соскучилась по зиме. Пустишь меня переночевать? Ну, а где так? На недельку. Да любой каприз за ваши баты. Вот и прекрасно выглядишь. А ты даже слишком прекрасна для только что разведенной. Да, разводы меня красят. Да ладно, я уже нашла нибудь кого-то. Ох, когда б я успела. Михаил Джекович, а мы же с вами против все обсудили. Вы свободны. Я предлагаю отметить нашу встречу. Отлично. Держу. Прошу. Бухаете по утрам? В каком смысле? В любом. Из горла, из стакана. Что-то случилось? Почему в русском языке нет слова «бухаживать»? Вот я, например, за вами сейчас побухаживаю. Мне кажется, для выпивки рановато. Но есть вариант получше. Да я сам тысячу раз и бросал, и изменял. Но когда это происходит с тобой, это как-то... Больно. И что теперь делать? Наверное, скажу банальность. Ну, если любите ее, простите, живите дальше. В конце концов, все имеют право на ошибку. Да. Да. Да, если бы все было так просто. Ну, ладно. Спасибо за успокоительное. Мудрая ты все-таки. Если я такая мудрая, то почему такая дура? Ну, как это понимать? То есть, значит, бойфренд. Охладим шампанское. А через минуту вы свободны. Ну, а и что тут говорить? Мезальянс. Чего? Да и стесняется на тебя. В каком смысле? Ну, вот понимаешь, если бы у меня был... Черный мужик. Понимаешь, я бы тоже стеснялся. Нет, Миша, я бы в принципе стеснялся, если бы у меня был мужик. Ну, а если бы... Я бы со стыда сгорел. У тебя пиво еще есть? Нет. Миша, что, обиделся? Миша! Миша! Прости, 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 прости! Больно? Ничего. Я просто левой почти не пользуюсь. Я бы шума тормал. Ну, под них классно убираться. А как насчет ужина сегодня? А что за повод? Ну, у меня друзья из Минска приезжают. И они пара, мой пара. Я подумал, может, вместе сходим? А мы уже пара? Ну... Ну, мы работаем над этим. Ну, чего вы сидите, Никита Андреевич? Я не сижу, я думаю. Кстати, Даша пока ничего не говори. А то он опять сдаваться побежит. Слушайте, а может, его на диктофон записать? Ну, вдруг он опять во сне болтать будет? Не знаю. Ладно. Придется включить богиню любви. Ну, может, расслабиться и проговориться. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Эль, а тебе кто из американских актеров нравится? В смысле? Ну, в смысле, как мужчина. Ну, Джордж Клуни, а Пит, Брэд, может быть, Ди Каприо. А Уилл Смит, Морган Фримен, Уэсли Снайпс? Хм, нет. А ты куда собралась? Поужинаться, Альбины. О, так давай я с тобой схожу. Так сказать, оттяню твою красоту. Не надо. Зачем тебе эта женская болтамня? Да я потерплю. Не надо. Отдыхай. Ой, все хорошо, все хорошо. Ой. Тебе заказать что-нибудь обезболивающее виски, мимо? Нет, давай просто дождемся твоих друзей. О, привет. 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 Как ты? Знакомьтесь, это Даша. Ой, извините, я Даша. Юра. Оля. Очень приятно. Сидитесь. И давно вы встречаетесь? Ну, так, раз, два. Второй раз. Ну, значит, все серьезно. А мы вот с Лёлей уже лет 10 вместе, ты представляешь? Ну, вы вообще эталон верности. И как вы так долго терпите друг друга? Мы не терпим, мы любим. Правильно? Угу. Ну, тогда выпьем. За верность. За верность. Извините. Может, у нее аллергия на верность. Что случилось-то? Она ему изменяет. Я видела, поэтому извини, я не могу там сидеть и мило улыбаться. Ну, это и дело. И, поверь мне, иногда лучше ничего не знать. В конце концов, все имеют право на ошибку. Мне кажется, это хуже, чем ошибка. Я ему ничего не скажу, но ужинать с ними не буду. А ты опять. Да ты что ко мне привязался? Чего? Прости. Юлек, пошли спать. А спать отменяется? А что случилось? А то, что вы арестованы. Да ты дурочка. Оскорбление при исполнении ждет у вас запросить. Так, отвечать вопросы быстро и четко. Имя? Вова. Возраст. 31. Чем занимались вчера вечером? Тобой. Что нового в деле Алёхина? Давай не будем проработать, а? Ну все, гражданин Вова. Начинаю допрос при страсти. Фух. У меня таких загрузок с армией не было. Может, продолжим допрос? Нет, пятый допрос я не потеряю. Может, инсайд тогда? Можно. Слушай, а что нового на работе? Нашли этих, ну, тех, кто на Алёхина напал? Твою мышь переборщила с нагрузками. Только не молчи. Алло, Даша? Да. Здравствуйте, это Оля. Какая Оля? Мы вчера с вами познакомились дважды. Ну, поняла. Я хочу с вами поговорить. А я не хочу. Даш! А кто звонил? Никто. Никто. Я в душ. Даша, тебе тут какая-то Оля конверт принесла, сказала, ты в курсе? Это за что? Видимо, за молчание. То есть, ты тупо молчишь, и тебе бабло платят? Я эти деньги не возьму. Я эти деньги не возьму. Давай, я возьму. Только скажи, о чем молчать. Доброе утро. Куда ты собираешься? Ну, а так, по делам. Могу с тобой съездить? Да нет, нет, не стоит. Конечно, не стоит. Позориться еще. Плохое настроение? Мишенька, бананчик съешь, там эндорфины. Настроение поднимется. А почему ты решила, что я люблю бананы? Я же тебе не предлагаю борщ с балалайкой. Мишенька, ты с дуба рухнул. С пальмой! Что ты вообще со мной связалась, Эльц? Ты так меня стесняешься. Так, кто тебя стесняется? Ой, да ты! Вчера перед этой своей Альбиной. Сегодня еще перед кем-то. Не знаю уж, куда ты там собралась. Понятно. Ну, хорошо. Собирайся. Поехали. Давай дальше, а? А то пока мы поняли только то, что вы оба храпите. Алло. Нет, не дома. У Юльки. Она меня реально сегодня умотала. Только что на потолке не пробовали. Че хотел-то? А, понял. А с Алёхиным что? Серьезно? Тогда завтра мы с тобой пойдем. Походу, дело зарядка кончилась. Даша. Да, я просто думала, никого нет и хотела вернуть кое-что Оле. А Оли нет. Я поняла. Пойдем, пойдем, чтоб ты потом не говорил, что я тебя стесняюсь. Доктор, а я сегодня не одна. Это мой бойфренд Миша. У вас для него второго кресла не найдется? Извините, пожалуйста, за это недоразумение. Я все-таки выйду. Сиди. Давайте лучше я выйду. А вы тут разберетесь со своими недоразумениями. Эль, ну все, ну хватит. Я был неправ. Но ты при подруге так странно себя вела, что... Господи. А может быть я не хотела, чтобы она нас знала. У Альбинки язык без костей. Завтра бы пол Москвы. Вовсю трепали бы мое имя. И твое, кстати, тоже. То есть дело только в этом? Ну, конечно, только в этом. С тобой опасно встречаться. Ну, ты так неожиданно не подкрадывайся. Ну, прости, я просто думал, ты мне скажешь. Я так ждала тебя, Паша. Хорошо, что приехал. Кто-то подсел на Ума Турман. Кто-то подсел на того, кто подсел на Ума Турман. Кстати, они обещали мне сегодня вечером спеть у нас в ресторане. Что себе, ты их знаешь? Вообще-то они меня знают. Я им звоню, говорю, Серега, Вован. Моя девушка любит под вас убираться. Они говорят, ну ладно, приедем, споем. Пусть пылесосит под лайв. Ну, круто. Тогда до вечера. Канаева. Тебе гость из 409-го 30 штук передал. За молчание. Ты что за бизнес устроила? Да не достали меня. Алло. Когда будешь дома? Ну, через час. Хорошо, дождись меня. Надо поговорить. У тебя все хорошо? Ну, пока да. Никита Андреевич, что делать? А вдруг меня прямо сейчас арестуют? Я одна сидеть не хочу. Твою мышь, он пришел. Сейчас. Перезвоню. Привет. Привет. У меня к тебе разговор. Серьезно. Вув, я не виновата. Этот Алёхин, он сам первый начал. Вув, пожалуйста, ты же меня выглядишь. Я не хочу к тебе, пожалуйста. Может, хватит этих ролевых игр, а? Я к тебе серьезные новости, а ты мне тут цирк устраиваешь. Мне майора дали. А ты кто был? Капитан. А при чем тут Алёхин? Так, слава богу, что ни при чем. Боялся, что из-за этого висяка повышение не придет. Пронесло, повысили. Так что ты теперь майорская подруга? Ты рада? Еще так. Добрый вечер. Я бы многое могла вам сказать, но я обещала одному человеку молчать. Ваши 30 тысяч за молчание я вам вернула. А вот ваши. Не переживайте, молчать я буду бесплатно и про вас, и про вас. На этом все. Живите долго и счастливо, если сможете. Что это такое? Что это такое? У тебя такое же. Кто-то пробовал фасу? Кто-то, наоборот, обещал молчать. За ужин! Я смотрю, твое молчание пошло на пользу их семейной жизни. Мне их не жалко. Я считаю, что за ложь нужно платить. Да. Это факт. Павел Археевич, пора начинать. Добрый вечер, друзья. Сегодня у нас в гостях в отеле «Элеон» группа «Ума Турман». Пусть этот вечер будет таким же добрым, как их песни. Добрый вечер, дамы. Приятного отдыха. Вы составьте нам компанию. Идите, пожалуй. Уйдите. С удовольствием. Идите ко мне сюда садитесь. Вы такой импозантный мужчина. Я удивлена, что я этого раньше не заметила. А просто ты трезвая была. Миша. Миша, можно я вас буду звать Миша? Как вам будет угодно. Да, немедленно пригласите даму танцевать. Какую? Меня, разумеется. Меня. И Леонора Андреевна, она с причиненными танцует. Дай ее. И годы были, за дождями в мете, перелетные птицы, проститься. Не носил, закрываю. Я глупо... Ну и с кем лучше танцевать под унитурном? С ума и с пылесосом? С тобой. Проститься за потери, потеря. И года полетели. За дождями в мете, перелетные птицы... Миша, ты совсем одна к делу, да? В каком смысле? Ты лапаешь ее прямо у меня на глазах. Кого? Я не лапаю. Ну ты руки с ее задницы-то убери, когда со мной разговариваешь. Ты не против? Я против. А что происходит? Я против, чтобы мой мужчина лапал других баб. И они его. Ну надо же, как интересно. Будет еще интереснее, если ты утром найдешь себе номер в другом отеле. А как же слухи, которые теперь поползут? Поползут. Пойдем танцевать, если ты, конечно, меня не стесняешься. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Ну а следующую песню мы буквально сегодня написали с нашим другом Пашей. Вернее, музыка была написана давно. А сегодня Паша придумал текст. Давайте попробуем сыграть. Ты что, сам написал песню? Да. Просто много души накопилось. Словами не скажешь. Помню, помню я, как мы встретились с тобою. Был конец дня. Ты свела меня с ума. Платье в клеточку. И я любил тебя, обожал. Ну а ты мне в спину кинжалок. Несладко мне. Я пригрел на груди змею. Вот и теперь о тебе я пою. С Никитой в тачке ты тогда занималась. Ну ты даешь вообще, ну ты даешь вообще, блин. А ты взяла и все разбила. Такой пассаж. Что же ты делаешь, дашь? Как же я буду один? Мою любовь не превратила в позор. И чем, ну ты даешь вообще, ну ты даешь вообще, блин. Не ожидал, что так коварно меня предашь. Что ты наделала, дашь? Лучше я буду один. Опа! Как тебе? Я старался. Наверное, не так, как Никита, но все равно. Как? Ты узнал? Не важно. Жалко, что не о тебе. Но это была ошибка. Мне кажется, это хуже, чем ошибка. По минутам осыпается Ожидание невозможного Ранним утром просыпается От движения неосторожного Как молчание Ледяной зимы Нас закутало Неизвестностью Здесь так долго друг друга Искали мы И, конечно, Ненавижу тебя! Пропали без вести проститься Нету сил, закрываю Я глаза закрываю Сквозь туман уплывая По аллеям столицы Проститься За потери и потеря И года полетели За дождями метели Перелет Перелетные